Здесь, на берегу Пры, в Диулино, где чаще всего можно увидеть разбитые лагеря туристов-байдарочников, для которых здесь завершается один популярный байдарочный маршрут к Лепике-Диулино и начинается другой, более сложный, до Брыкино-Бора. Сегодня здесь совсем другой лагерь. Штаб МЧС развернут на берегу и атмосфера далека от привычной, мирной. Действовать нужно прямо сейчас, чтобы не дать огню распространиться. В штаб прибывает министр МЧС России Александр Куренков. После осмотра территории с вертолета он проводит рабочее совещание. Обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов в целях недопущения перехода огня на землю лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Приостановить сезон охоты до стабилизации пожарной обстановки и ввести запрет на посещение лесов. Смог, закрывающий небо и распространившийся на десятки километров по ветру едкий запах гари – у местных эти симптомы вызывают тревогу. Уже давно. С точки зрения жителей Диулина, пожары начались гораздо раньше, чем о них узнала общественность. Две недели назад. А может больше. Ну а тревожишься. Вот когда ветер пошел, только они начали тревожиться. И все. А так я вот на рыбалку каждое утро хожу. Дымило, дымило, дымило постоянно. В воскресенье было очень страшно, потому что был верховой пожар. Верхом шли. А потом ветер стих и немножечко развернул в сторону, на север. А так шло прямо на нас сюда. Началось-то раньше, но мы не знаем. 16-го числа у нас над Лизахимом стоял столб дыма. Конкретный такой, прям напротив нас. Потом стали развиваться события. Ветер пошел, и как бы все начало усиливаться. С каждым днем. Вот сегодня видите, какой ветер. Поэтому все как бы очень сложно. И потом тоже был ветер, да. Так как мы пережили пожар с 10-го года, мы были и тушителями сами. Так что мы знаем, что такое пожар. И думаем, что нам не всю правду говорят. А что думаете? Ну, я думаю, что ближе намного. Тогда, в 2010-м, техники было меньше. Местные жители сами выходили тушить пожары. Усилиями добровольцев удалось спасти поселок Лесхим. А вот Картоносово сгорело полностью. Приехали, уже было задымление сильное. А в 10-м году вы здесь бывали? Да, у меня дом сгорел. В чем причины пожара, разбираться будут дознаватели, следователи и прокуроры. Уголовное дело уже открыто. Но в том, что это человеческий фактор, по крайней мере местные точно не сомневаются. После 2010-го до горельника, говорят просто, никому не было дела. И сейчас сухостой вспыхивает, как спичка. Туда не подъехать, потому что не разобрано. То есть техники туда не подъехать. То есть где-то там человеческий фактор нет. От чего он там сгорелся? От молнии, как говорят. Тоже как бы не очень верится. От молнии не может быть. Нет, здесь ее не было. Это может быть и охотники, кто знает. Может быть и рыбаки, кто знает. Непойманные люди. Да, человеческий фактор. А это пейзажи недалеко от Голованова, деревни Клепиковского района, которая несколько дней назад была под угрозой полной эвакуации. Клубы дыма и характерная картина маслом. Тот самый лес, сгоревший еще в 2010-м. До места нашей съемочной группе добраться так и не удалось. Проехать к населенному пункту можно разве что вместе с пожарным расчетом. Однако, по нашим данным, сегодня людям из Голованова ничего не угрожает. Пожар не локализован. Угроз населенным пунктам пока нет. Все идет в порядке, но ситуация погодная, усложняется. В ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду. И минерализованные полосы, те, которые были проведены лесхозом, огонь форсировал. Техники достаточно. Около 300 боевых машин, 12 единиц авиации, а это вертолеты и самолеты. Пожарные расчеты, усиление личного состава московскими сотрудниками. По прогнозам специалистов, чтобы справиться с огнем, ресурсов достаточно. Борьба с очагами возгорания продолжается круглосуточно. Он универсален, потому что он заходит как низовой, но резко с помощью порывов ветра переходит на верховой. Площади пожаров разные ведомства контролируют по-разному. Лесхоз, например, контролирует это как по прошедшему лесу, по сгоревшему лесу. И эти цифры впечатляют. А если говорить о кромке пожара, о горящей части, то с чем мы боремся, то это 183 гектара. Пока что, по утверждению сотрудников МЧС, помощь волонтеров не нужна. Но, тем не менее, всем, кто хочет стать добровольцем и оказать помощь в борьбе с пожарами, предлагаем связаться с представителями добровольческой группы по телефону 513-400 и сообщить информацию о себе. Там вам проведут полный инструктаж и обозначат участок работы. Действовать общественная добровольческая группа будет в тесной координации с оперативным штабом. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».